Дело в том, что наш населенный пункт рассчитается на улице. Но как бы такового мы не чувствуем. Дело в том, что мы проживаем в конце населенного пункта. И дети наши ходят в школу за километр. От нас до школы буквально километр. Начинается осень, начинается грязь. Ходят коровы, едят трактора с навозом. Особенно девочки до школы, до войска, приходят в прекрасные коллапы. Может быть хотя бы немножко как-то подсыпать не тротуар. Тротуар, я понимаю, что это очень дорого. И средств в нашем бюджете нет. Что по средствам, которые мы вам направляли? На каком свете? Сельсовет. В этом году я вам как никогда в разы больше по советам дал средств. Эти средства мы уже завозили забор, вы обновляете собор и начали обновлять где-то... Не, вы обновляете это хорошо, если обновляете агрогородов. Но есть же вот вы, как здесь, как глава вот этой территории, должны понимать все проблемы. Это же, наверное, не сегодня, ни одного же дня вопрос вылезет. А вот прежде тем, чтобы какой-то забор делать, надо вот собраться с людьми, поговорить. Вот у нас на сегодняшний день председатель исполкома выделил средства на благоустройство, конкретные средства направить. Это вот агрогородка. И с людьми собраться, надо проговорить. Да вот есть такая вот на сегодняшний день корзина определенная. И давайте вот, что мы можем сделать, чтобы люди понимали, что знали, что... Я услышал, понимаю. И чтобы люди поняли, что нет огромных средств, а есть вот эта корзинка небольшая. Так давайте совместно что-то сделаем. А сделать можно ряд вариантов. Я понимаю, что там, ну, не обеспеченными такими средствами максимальными. Поговорить с людьми, сказать, вот здесь мы советили, я исполком здесь помогаю, вот сумма. А вы давайте, допустим, мы купим, а вы сделать поможете. Ну, соберем субботник определенный. Я же думаю, вы тоже согласитесь. Потому что это для нас же останется вместе с вами. Вот такую работу провести. Такой сейчас... А, Владимир Владимирович, давно вопрос возникает об устройстве у нас тротуара. Когда шло строительство? Так я вам сказал же, каким методом это делается. Проговорить с людьми, собраться. Вот часть я вам помогу, вот я как председатель вам советую. Я и помогу в этом году, деньги направлены вам сюда. Собрали людей, проговорили. Вот мы, допустим, можем купить в этом году это, это, это и сделать это. Вот на сегодняшний день посмотреть, сколько там, я не знаю, сколько у вас там средств осталось. Обсудить с людьми. И вас на сегодняшний день хотя бы просят. Просят спокойно сделать элементарную подсыпку ПГСом, чтобы можно было нормально ходить и не плавать там в грязи. Так? Про это же вы говорите? Здесь не факсимум, здесь надо... Ну, вам надо сразу космодром построить, все остальное. Вы сделаете, что люди просят. Людям же виднее, каждый день ходят по этой дороге. Вот так надо работу проводить. Вы же здесь глава, в конце концов. Вот поэтому я и не зря, что приезжаю и собираюсь со всеми вами, чтобы послушать, заодно оценку дать ей совету, как работают, как с людьми организацию проводят. Вы услышали, осень впереди, поэтому садимся, разбираемся с людьми. Если надо помощь какая-то от меня еще, заходите ко мне, пожалуйста, будем решать вопросы, как это все помочь и сделать. Еще мы два вопроса, Андрей Буэльевич. Один наполевший о наших пастбищах для коров людских. Это хороший вопрос, я же это слышал. У нас было пастбище, пусть оно не ахти, но было пастбище. Нас не поставили в известность, нас не забрали в собрание. Утром мы выгоняем коров нормально, вечером мы приходим встречать, пастбище запахано. Ну, это тоже неправильно. Подождите с вашими ответами, сейчас разберемся. У меня ситуация была похожая, по-моему, по Октябрьскому агрессию, если не ошибаюсь. Там тоже зашли в большую запашку, в самом Октябрьском, там рядом земли, были заросшие кустами. Ну, и Юрий Алексеевич Журов принял такое решение, чтобы земля-то не гуляла, пошли в запашку. Ну, там своевременно тоже проработал и предсовет, и на меня выходили. Мы там определенный участок оставили для того, чтобы люди опасались. Они прямо в Октябрьском, там, рядышком опасались. Поэтому я думаю, руководитель, ну, дайте, как председатель пообщается, потом надо с коллективом отдельно соберетесь, разберетесь. Так я вот на сегодняшний день, конечно, ситуацию уже не поправишь. Там, где запахали, уже посеяли, да. Но на будущее, вот слышать предсоветы здесь, предсоветы, еще раз, я вам сколько говорю, ну, не только вам, я вас собираюсь, каждую неделю мы общаемся, и по обращениям граждан общаемся, и по всем вот этим вопросам. Вот вы для чего здесь есть на территории? Вот чтобы вот эти вопросы, вы как мозг, я потом отвечу. Это не в этом вопрос. В этом тоже вопрос, Игорь Иславович, в этом вопрос. Таких вопросов вообще не должно здесь и возникать. Есть предсоветы, как мост между вами и жителями населенного пункта. То же самое, спокойно пообщайтесь, так потому что собирайте людей, общайтесь. Никогда председатель там найдет время приехать. А сами собирайте, общайтесь, понимаете. У вас еженедельно, вы у меня на аппаратном совещании. И таких вопросов, ну, просто не должно возникать. Спокойно сели, обсудили. Если у руководителя там какие-то есть претензии, ну, руководителя можете ко мне пригласить, я же думаю, все вопросы с ним. Но в первую очередь надо садиться здесь разбираться. Если какой-то участок забираете, дайте возможность людям выпасать в другом месте. Но не так, чтобы это там гнать было километры. Продолжение произошло, когда я пришел на второй год хозяйства. Посчитайте, 91-го года, сегодня 2019-й. Оно уже выработало свой ресурс. Второе, когда вы ставили только нано, наследующее, то отвели пазмеши на той стороне, еще 30 гектаров, там 50 гектаров. И будете, ну что, послушайте, неизвестности никого ставить не будет. Папа-то так. А, Бакурина, 19 лет пазмешу, оно не дает травы. Я понимаю. Чего? А, Бакурина, 19 лет траву, на эту землю надо разбить в 8-й штормечке, чтобы она сделала землю, оккультуру на этом все. А потом залужение. В апреле месяце это не делается. Залужение на основе на землю. Хороу и куда хочешь, как бы право за походами. Не, подождите, прогнать по дороге, а будет по дороге другой. А что вы говорите? Мы живем в одном конце, здесь в другой. И соедините два стада в одно. Пусть пасуха срывается. А не знаю, с какой стороны этих хороу собрали. Я это слабо. Я это слабо. Не знаю. Прогоняйте с этим. У нас самое большое стадо, не то, чтобы родить с полом, а у данных детства с этими коровами. Конечно. Конечно. У нас по области самое большое стадо. Так, и не спорьте. Вот предсоветы, видите, какая работа здесь должна быть? Я бы радико, что он был. Игорь Аславович, пускай люди высказали, что вы перебиваете. У нас буквально до самого этого, чтобы нету там человеку пройти. Не то, что уже это, с коровью куда-нибудь. А если бы мы поломали, а у вас запахали целый месяц, стояло, не разделано. Что же у вас запахали, не разделывали, ничего, месяц, коровы, не знали, куда идти. Вот и на крылья, блядь. Поэтому я услышал вас. Я еще раз говорю, то, что уже запахали, я уже не верну, правильно? На сегодняшний день. Но в дальнейшем я еще раз поручаю предсоветы. Вы здесь вот, вот люди, вот руководитель. Должны нормально эту тему отрабатывать. Если людей беспокоит на сегодняшний день здесь, в населенном пункте, где будут выпасать свой скот, правильно беспокоит. Вы должны эти вопросы снимать. Если у вас не получается наладить диалог с руководителем, есть аппаратное совещание, которое я провожу еженедельно, и вы там участвуете. И руководитель там присутствует. Можно задать этот вопрос, сказать, есть проблема на сегодняшний день, руководитель не идет навстречу. Это все решаемый вопрос. Не надо доводить вот до такого состояния, чтобы будем сидеть посреди, тут и разбираться. Что один захотел, сделал, а второй, ну, видел, а промолчал. Так? Так. Так вот, не надо безразличными людьми быть. Тогда будет все нормально в нашем плане. И последний, давайте. Хорошо. Дело в том, что несколько лет уже подряд я не могу, я держу в подсобном хозяйстве три головы. Я не могу в колхозе, в нашем колхозе, выписать технику, гравли, пресс или там кощинку. Я еду к Лоханскому, в соседний колхоз, который без вопросов выписывает. И оттуда техника приезжает мне и делает. А что объясняет? Чем объясняет? Нету техники, у нас одна кощинка, пресс вообще за большие деньги. Вот так мне Ярославич ответил. Я еду в соседний колхоз или к частникам. Например, да, Ярославич буквально у вас в приемном, я уже ишла к вам на прием, мы встретились с Ярославичем там. Он все-таки выписал мне технику привезти с сена. Вот. К частникам, обращайтесь к частникам. В колхозе я выписала трактор, например, ну, хотя 16 лет заплатила за час. А частникам, мне надо заплатить 100 рублей. Для меня это, деньги, знаете, тоже немаленькие. Согласен. И поэтому есть указ президента 149 от 11 апреля 2002 года. А помощь населению с лишним отцом не пойдет. Помощь населению будет, оказывается. Я вам просто хочу пояснить. Ну, я дам поручение управлению своему. Я думаю, такая ситуация... Ну, это будет работник хозяйства, так понимаю, да? Нет. А, не работник просто. Я дам такое поручение. Пускай проработают вообще алгоритмы, ну, работы с населением. Я понимаю, надо помогать. Но здесь надо понимать руководителя. Есть определенный комплекс работ, который он обязан сделать для того, чтобы обеспечить основное производство. Понимаете? Я понимаю. И здесь надо, ну, как-то компромиссы какие-то искать. Я вот скажу, ну, еще раз повторяюсь, поручение сделают своему управлению. Они досконально разберутся вообще по потребности, посмотрят, как это обеспечивают. Возможно, какой-то день сделают. Ну, можно так сделать. Какой-то график, что вот в этот день, допустим, определенная техника может... Я не прошу, что... Было востребовано население. Вы у нас нареченок, вы у нас, вы, я вас, а еще другие, мне сказали... Меня отвечают, нет соляк, у него же трактора стоят. Ладно, я следи, не купляю на... Ну, на сегодняшний день ситуация же другая, правильно? Вы делаете, а? Сегодня же ситуация другая. Ну, да, да. Сегодня ситуация такая, что он свою технику загрузил выше крыши. И я понимаю, что, ну, некоторые процессы просто нельзя разорвать. Если, допустим, идет закладка того же сенажа, там своевременный подвоз, эти трактора заняты, своевременная заготовка заняты, плюс трамбовка заняты. И нельзя с какого-то технического процесса просто вот по желанию... Кто-то, я вот пришел, я вот такая красота, и возьми меня выдерни, это получается, что? Сенаж поднимается, убирается, но не подвозится, не довозится, правильно? Я поэтому вот это поясняю. Надо продумать нормально с управлением. Вот я им уже сказал, он пометит поручение. Сесть разобраться, когда... Вот определенный может день какой-то сделать для людей, почему нет? Ну, за день, а ты скажешь, ну, и Лоханск, почему так и делал день? Ну, молодец. Значит, у Лоханского в тот момент, допустим, эта единица техники была свободна. Тут же надо разбираться. Или вы думаете, они там все в один миг одни и те же работы делают? Нет. Допустим, он заготавливает сенаж, Лоханский заготавливает, допустим, не... Вообще просто сено косит, там волки собирает. Какой-то определенный вид работы другой, и у него комплекс такой техники в тот момент не надо было. Да, сено надо будет, скажу, с детским правом, можно понять. А где-то сено не берешь? Ну, понятно. Поэтому я вот проговорю, проговорю с своим управлением, я думаю, что-то мы придумаем. Какой-то алгоритм для работы с населениями. И в любом случае этот алгоритм будет работать не напрямую через хозяйство, а я думаю, завязать все-таки через совет. Есть предсовет, он глава тоже этой же территории, который должен работать плотно с населением. И вы должны вот работать с советом, а мы подумаем, как помочь. С советом, а совет должен уже работать с руководителем. Что, допустим, собрали заявку, не вы одна сегодня хотите трактор взять, а, ну, там, 5-7 человек, 8. И чтобы, ну, скажем так, затраты не было у хозяйства на большом перегоне. Для одного человека куда-то погнал, он большой перегон и понес затраты. Вы 16 рублей свои заплатили, а он спалил топливо там на 150 рублей. Понятно? И вот это работа совета. Он должен это все дело саккумулировать, собрать с людей. Вот давайте сделаем. Допустим, сено надо перевезти. Давайте. Иванова, Петрова, Сидорова, 7 человек, 8-9, 10 собрались. Проговорили с руководителем. Все, дали. Разово это все сделали. Чтобы не было, что сегодня вы к нему прибежали, дайте то. А завтра, на завтрашний день, когда он спланировал тот же процесс, как я рассказываю, там, заготовку, кто-то другой прибегает, опять вырывает. И получается, вот он, вроде плохой руководитель. А вы попали к лоханцу, когда на сегодняшний день он процессом этим просто не занимался. Ну, в ряду причин. Что не было у него такой технологии. Понимаете? Поэтому, я думаю, какой-то вопрос надо упорядочить. Работу нормально через совет. Чтобы собрали, как в цивилизованном обществе, заявочки эти все. Отработали с хозяйством, сделали, сняли вопрос и дальше работаем. Правильно? Чтобы это была не пожарная команда. Не побежали там с этим экскаватором, комбайном там и еще чем. Продолжение следует...